так всем привет сегодня у нас на ремонте ноутбук asus модель x550 c здесь у нас и 5 процессор видюхи 720м 500 гигов жесткий диск вообще принесли уж на минуту переставить на думаю здесь не в этом дело притормаживает и все лишнее удалял и 6 гигов оперативы процессор и 533 37 у видим процессор какой-то не очень мощный слепа буква если правильно помню вот есть еще встроенная видеокарта иди 4000 помимо 727 вот также проверил жесткий диск на ошибки виктория ничего там не обнаружил там один медленный сектор есть но установив нормально обновил обновление удалил старое обновление жесткий диск дефрагментацию сделал но в смарте он пишет все равно что типа он он идеал типа не идеально но и не бета и не хотя он не делать наверное желтый у ncn скорее старое обозначение чем жесткий тоже не лучшим состоянии но не в плохом может быть сейчас еще заодно почищу вроде бы по идее должно разбираться несложно только заднюю крышку снимать видно будет также поставил производительность ну вот на максимум стояла на среднем аккумулятор уже не держит вот не заряжается вообще ноль под замену только но и ноут получается 13 14 годов к этому времени давно уже пора ему на покой но по железу еще нормальный диск ну то наверно будет почистить потому что сто пудов он не чистился да еще интересный момент с чистотой нам прыгает и два с чем-то показывает что интересно в настройках написано что частота должна быть 18 можете конечно не сильно этом разбираюсь есть может какой-то авторазгон идет там типа turbo boost в общем с частотой тоже непонятно какая-то ситуация надо еще температуру замерить чтобы не думать так в аиде в режиме простое 57 градусов 60 вот есть но он сейчас стоит еще на полосе может плохо охлаждается но все-таки на почистить придется также здесь еще был удален антивирус аваст думаю что из него тоже могло притормаживать я стал встроен антивирус а десятки вполне достаточно его также здесь клавиши x отлетает вроде пока держится нажимается почему пока из увиденного вроде бы всем наверное все таки мы его сейчас еще почистим так решил все-таки разобрать почистил но он оказывается не через низ разбирается через верх снизу все винтики отвернули поддеваем крышку здесь три шлейф кнопка тачпад и клавиатура их откидываем потом уже добрались до оплаты но ее тоже нужно будет перевернуть чтобы почистить охлаждение сейчас вернем посмотрим здесь 4 гига распаяна на плате и 2 гига еще идет отдельной планкой так плата держится у нас на пяти винтиках того треугольнички раз два три четыре пять потом здесь дивидером отключаем вай-фай антенки два винтика вентилятор держит вроде бы все можно будет приподнимать так также не забываем отключить шлейф дисплея вот приподнимаем здесь будет еще шлейф динамиков и шлейф питания ну все она снимается с этой стороны у нас теперь охлаждение идет процессор здесь видимо комбинированный хотя вот здесь какой-то хаб вроде есть наверно не комбинированный еще здесь наверно он с видеочипом встроенным и плюс отдельный еще видеочип 727 который у нас это разберем 7 винтиков почистим может с одной вот этот вернем здесь наверно терморезинка стоит так снял систему охлаждения термопаста как обычно уже затвердела вот снял этот хаба 10 терморезинка была она принципе еще мягкими даже половина терморезинки лишней осталось что она выдавила там еще пол резинки целых вот так вот термопаста старой сейчас ее отмоем очистим вентилятор я что-то не посмотрел наверное разборные на клепках его не будем то разбирать просто почистим счет кисточкой новую термопасту куда 900 нанесем и все соберем будем проверять так также нужно разобрать вентилятор отклеить скотч чтобы здесь убрать грязь можно конечно не разбирать просто продуть но лучше разобрать вентилятор неразборный оставим хотя бы так но скотч по крайней мере точно нужно отклеить и сейчас избивается в одну кучку пыль остается вот на этом радиаторе я это тоже такой необычный низкая ярусов сделал так все собрал при старте показывает где-то примерно 45 градусов тогда был помог у 60 минут и где-то около 15 градусов все-таки есть результат и это хорошо